172 миллиона рублей за полгода перевели жители Чуваши интернет-мошенникам. Такие цифры озвучили в интервью программе «Республика» в региональном управлении уголовного розыска. Как говорят полицейские, таких случаев становится не просто больше. Схемы становятся все изощреннее и даже изящнее. Люди снова и снова теряют сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Злоумышленники, наоборот, становятся богаче, но становятся ли счастливее? Репортеры программы проследили судьбы обманщиков и обманутых. Сколько всего переверили? Много, около двух миллионов получается. Мне позвонили, молодой человек, мол, вот давайте вложимся, будем получать. Я сначала отказывалась, он названивал, потом как-то согласилась, перевела одну сумму, потом вторую сумму. Мало, надо другую. Инвестиции, огромные проценты при любом раскладе выигрыш. Такие обещания услышала пенсионерка по телефону от злоумышленников. Зарабатывать на вложениях стало очень популярно, поэтому женщина решила, что у нее тоже получится. Желание разбогатеть, ничего не делая, похоже, затмило разум пенсионерки. Ставки росли, доходы падали. Я поставила неправильно, они меня штрафовали. Давай еще одну сумму. Опять кредит. Опять взяла. А потом, говорит, надо вывезти. А чтобы вывезти, надо страховку какую-то. Опять надо деньги. Опять залезла в кредиты. Сейчас возбуждено уголовное дело. По уголовной практике вернуть вложенное неизвестно куда удается единицам. Раскрываемость таких преступлений одна из самых низких. А виртуальные мошенники продолжают обирать реальных граждан. Представляются кем угодно. Сотрудниками банка, прокуратуры, полицейскими. Вплоть до того, что предлагают своим жертвам поймать таких же, как они, интернет-мошенников. Итог один. Чужой счет, перевод опять обманули. Одной из последних крупных сумм в июле месяце обратилась жительница города Чебоксары, которая перевела мошенникам 7,5 миллионов рублей. На мессенджеры было прислано удостоверение сотрудника полиции, который в последующем оказал, что ничего общего с правоохранительными органами не имеет. Это, откровенно говоря, была фикция. Это как раз тот случай, когда люди не учатся на чужих ошибках. Предпочитают набивать свои собственные нули. Правоохранители не устают повторять одну простую истину. Кто бы вам не звонил и какие бы удостоверения не присылал на мессенджеры. Не сообщайте им никакие личные данные и банковские реквизиты. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велеев, Республика.